Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Сегодня мне хотелось бы поднять тему растений декоративных, которые могут жить в нашем саду долгие годы без всякого внимания с нашей стороны и при этом продолжать радовать своей красотой и цветением. Эти растения вы сможете передать по наследству своим внукам. И хотелось бы, чтобы вы знали, на кого можно делать ставку в долгосрочной перспективе. Прежде всего мой список возглавляют пионы. Конечно, есть современные сорта, особенно гибридные пионы, которые достаточно прихотливые и капризные. Но классические сорта французской селекции начала 20 века, они способны расти на одном месте без пересадки, без потери декоративных свойств, особенно если вы их правильно посадили, качественно подготовили посадочную яму и делаете хотя бы минимальное мероприятие по уходу за ними до 20-25 лет. Мне достался в наследство от бабушки сорт, я, к сожалению, не знаю его названия, который рос после ее смерти совершенно без всякого ухода. 10 лет. И при этом он исправно цвел каждую весну, в конце мая месяца он расцветал и радовал меня цветами. После того, как я его выкопала, рассадила на свежие места, вот он уже 15 лет растет и совершенно не теряет декоративности своего цветения. Рекомендую вам найти несколько сортов, которые действительно по достоинству оценят ваши дети, ваши внуки, и вас самих они будут радовать долгие годы. Еще одно растение, которое совершенно неприхотливо и очень долгие годы способно жить в саду с минимальным уходом, это децентровеликолепное или разбитое сердце. Растение это может быть, конечно, не самое эффектное, не самое заметное, но оно очень милое. Его цветение весною, его странный немножко такой запах, оно всегда радует. Кроме того, если ваш сад в природном стиле, это растение достаточно быстро разнесут по саду муравьи. Семена этого растения, их очень сложно прорастить самостоятельно, но муравьи почему-то находят такие места, где децентра прорастает и поселяется сама на долгие годы. Кроме того, это растение хорошо переносит затененные участки. И если ваш сад растет, он становится более тенистым, в нем всегда найдется место децентрия. Еще один вид цветов, который всегда радует очень долгие годы после своей посадки, это ирис сибирский. Но, конечно, речь не пойдет о сортовых сибирских ирисах. Сортовые сибирские ирисы, как и большинство сортовых растений, они теряют ту жизненную энергию, которую дала им природа. Видовые сибирские ирисы, они тоже достаточно декоративные. Самые простые сорта, которые не отличаются крупными массивными цветками, они также достаточно долго могут расти без потери декоративности на одном месте. До 15-18 лет способен расти обычный видовой ирис сибирский. Но единственное, что это растение не очень хорошо растет на песчаных почвах. То есть оно будет расти на них, но не очень продолжительное время. То есть если почвы влажные и плодородные, то это растение будет очень долго у вас радовать. Растение, которое мы можем наблюдать в заброшенных палисадниках, в заброшенных деревнях, это видовой лилейник фульва или рыжий. Видовые лилейники, они очень неприхотливы, также очень жизнеспособные, способные переносить затенения, конкурирующие какие-то растения, которые их затеняют. Как только мы их освобождаем от конкурентов, они продолжают свести и радовать нас долгие годы. Также это относится к самым простым сортам лилейников, которые были созданы в 60-е годы 20 века. Это такие сорта, как кванзо, махровый, оранжевый. Это Катерина Вудбери, сиренево-розовый такой лилейник. И многие другие сорта, которые вот именно имеют не очень махровый такой, не бахромчатый цветок. И они, как правило, тоже очень долговечны и способны расти на одном месте до 20 лет. Какие же еще растения можно порекомендовать для такого сада, который посажен на долгие годы? Это Рубекия лоцениата или раздельнолистная. У нее есть прекрасная махровая форма, которая в народе получила название «золотые шары». Это растение также очень-очень долгие годы растет на одном участке. Оно немножко, правда, ползучее такое и способна со временем занимать достаточно большую площадь. Но, в принципе, при некотором уходе его легко ограничивать в его разрастании. Также долго растут на одном месте без потери декоративности такие растения, как хосты. Но, естественно, это касается чаще всего крупнолистных, крупных сортов, которые относятся к группе средних, высоких, либо гигантских. Мелкие хосты, они все-таки плохо переносят конкуренцию и затенение. Поэтому, если вы хотите долгие годы любоваться хостами, без лишних телодвижений и затрат, то рекомендую все-таки использовать крупные сорта. Либо видовые хосты. И еще одно растение, которое всегда у меня вызывает ностальгию по детству, и оно, в принципе, действительно растение из бабушкиного сада, это физалис франше. Возможно, вам название это покажется незнакомым, но это те самые китайские фонарики, которые наши бабушки клали между рамами, двойными, между окнами, на вату перед Новым годом. Это растение также очень долгие годы способно расти без всякого внимания на вашем участке. Само по себе оно цветет, конечно, не очень выразительно, не очень декоративно, но его красота наступает именно осенью, когда все вокруг пожухло, пожелтело, и только ярко-оранжево-красные вот эти фонарики светятся среди вялой сухой травы. Рекомендую вам попробовать вырастить у себя на участке эти растения и создать свой прекрасный сад мечты. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова